Сколько бы премии не вручалось в Челябинске, все равно остается необходимость поощрить выдающихся людей нашего города и сделать это непременно в торжественной обстановке. Премия ТОП-50 – это 50 участников, 10 номинаций и по одному победителю в каждой из них. Наряду с вечерним платьем у дам и праздничным костюмом мужчин, обязательным атрибутом светского события становится телефон с включенной камерой. Сегодня мы выбираем лучших 50 людей, которые сделали некий прорыв в своей области. У них, по крайней мере, такие заявлены требования. Город делают люди. Красивые, успешные люди, соответственно, делают таким же город. Люди, выдающиеся, достигшие в соцсвальной сфере упорным трудом, как правило, скромны и склонны по-философски оценивать происходящее. Главное не победа, а главное участие. Поэтому, если хотя бы то, что я оказался в пятерке таких компаний, я считаю, что это уже большая заслуга для нас. Ну, прежде всего, конечно, волнительно очень. Потому что путь долгий, путь в 20 лет. И это очень так торжественно внутри. Это так ощущаешь волнение, ощущаешь такую благодарность, что столько людей голосует. Ну, радостно и приятно, конечно. Торжественное событие высокого уровня – это всегда живая музыка. Здесь она и звучала со сцены и была представлена как номинация. У меня уже есть одна победа, одна собака. В дебютной премии ТОП-50 я одержала победу в номинации «Музыка». И вот спустя три года меня снова номинируют с возвратом этой премии. Я, конечно, удивилась, но и обрадовалась в то же время. Вообще, это уникальное, конечно, событие для нашего города и лично для меня, потому что мы номинированы в номинации «Кино». Я вообще музыкант, и для меня это было в тройне в тысячу приятнее, чем на музыку. В этом году премия получилась по-настоящему народной, поскольку горожане не только голосовали за участников, но и изначально сами выбирали тех, кто, по их мнению, действительно достоин этой награды. Судя по голосованию, да, была надежда, потому что резкая была поддержка в голосовании и со стороны соцсети, и с фейсбукой, и контактами, и потом с наилучшими пожеланиями. Пускай друзья видят, что мы победили, потому что это не моя победа, это победа командная. Мой жизненный путь не определяется наградами, а призвание у меня есть. И это моя профессия. Я хореограф, я делаю спектакли, я работаю с танцовщиками уже много лет. И в прошедшем сезоне наш театр отметил свой 25-летний юбилей, поэтому вот именно с 25 лет я работаю в этой сфере. Очень часто после подобных премий еще долгое время идут разговоры о тех, кто не взял номинацию. Но, как уже было отмечено ранее, попасть в список номинантов уже победа. Что же касается зрительской аудитории, для нее ТОП-50 это не только повод стильно и красиво провести вечер, но и возможность вспомнить известные и открыть для себя новые имена выдающихся земляков.